Слава Богу, Господи, помилуй меня. Бесчастарство, ближайший Господи, проси меня грешного, помилуй меня. Возвольте в нихнуть Слово Твое совершенное и исполнить святые Твои заповеди. Тебе Господи славен за все, Отец и Святой Бог. Аминь. Вы считаете по порядку Твои оправки, на чем рассматривается? Ну я знаю, что это ощущается, нет. Как? Без беде. А показания нам его не уже святы. Да? Да. Это жертвы, святыщие. Видите? Видите? Игорь, а тут на скорблоте делали? Тут скорблоте, на какие разницы? Счастье, за счастье? Счастье. 57. 57. Еще раз можно же лайк, а? Счастье. 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 Я покажу, что не поможаю, но покажу. Как понимаете, как собака вот эта ненатодица? Вот эта, где мы живем, где и коры, где и маньки, и в этом рынок. Вот сейчас собака забежала. Некоторые ничего не реагируют так, что этого нельзя. Семенедельничество все равно. Но все-таки собака грязное животное. Видите, если бы мы решали все с позиции божественной, раз бы вообще не было разочтений. Вот она пришла, она монашка, пришла. И она увидела собаку. Это нельзя где собака, где собака, даже во дворе там ангел отсутствует. Ну, я в гостях, мы-то можем проверить. Но я считаю такое, что посылает Тавик Твою и Сына Своего, сопровождает архангел Рафаил и побежал с этим собакам. У меня доказательство, что при архангеле собака. Дальше Христос говорит, сын едят, урохи падающего со стола. Столы-то где стоят? Они же не на озере стоят. Столы. В домах. И псы собирают там, не подметают их собаку. Они прямо под столом. Что доказывают-то? Откуда пошло такое мнение? Кошки можно в доме быть? Тринадцать. А про кошек написано нет вообще в Евангелии? Про кошку написано до 2 раза в Библии всего. В одном месте написано такое. Когда Бог пролевает какое-то место, и там будут скакать дикие кошки. Дикие. Ручные кошки пошли от египтян. В послании Евангелии написано так. Вот их идолы. И они ничего не соображают. Идолы деревянные. На них садятся летучие мыши, и по ним лазают кошки. Ну это же, кто бы не прочитал, к иконам отнесешь же. Кошки лазят, и иконы валяют. Нам говорить-то ничего не приходится. Вот и кошки. Виктор Николаевич, говорят в виду щиты. Добываете иногда? Уж больно, а ты точно приходишь. Тут спорт за временем вышел. Щитайте. Вы уже помолились, да? Да. Нет, не все же молились. Давайте еще раз помолимся. Раз, еще без одной минуты. Давай, посчитай. Господи, благослови. Евангелие от Морфея, 1 глава, 3-5 стихи. Мы остановились. Форес родил Ясрома. Ясром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Насона. Насон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Толкование Блаженов и Филанта. Некоторые думают, что Рахав есть та раб-блудница, которая приняла саглядатаев Иисуса на вина. И спасла их. Спаслась и сама. Упомянул же о ней Евангелист для того, чтобы показать, что как она была блудница, так и все язычники, ибо они блудодействовали своими делами. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие слова их, спаслись. Какое толкование краткое. Ну что это за история? Вспомните. Рах-блудница. Кто Ветский Завет не читал, не поймет, о чем речь. Кто читал, вспомните, о чем здесь речь. В какой книге об этом говорится? А кто ее блудница вели? Что она именно блудница? У них как, паспорт проверяет, еще на Амаре забрали. Откуда известно, что она блудница? Как это написано? Ну, написано. Кто написал? Моисей. Моисей. Моисей откуда подзял? До конца довести разговор. Ну, пришли на Амаре забрали. Люди сказали. И сказали. Видели там. Кто-то выходит заходил. И сказали на Амаре. Значит, определенным указом. Я Алексею подошел. Вот говорят. Мария Магдарина блудница. Переводим. Откуда вы знали, что она блудница? Нигде в Писании нет этого. Что ради ее блудница причислили? В ней было семь бесов. Господь Тескнал. Она его возлюбила всем сердцем. И стала апостолом для апостолов. То есть выше всех апостолов только один человек будет. Женщина. Мария Магдарина. И ей никакой счастья нет. А Мария Египетская ни одного дня не прожила по Евангелию. 47 лет в корешке ела. Каждый год полное житие считается во время Андрея Критского. Я тебя просто задавал. На них Архиерея не может ответить. Почему? Ну я вам что-то перегнулась у нас. Марии Египетской подражать никто никогда не звал. И нельзя ей подражать. Во-первых, это антиевангельское житие. Антиевангельское. Не то, что не евангельское. 47 лет. 47 лет. Подражать ее покаянию. Как она покаяния. Ну и покаяние. Без покаяния это начало-то. Когда же ничего и не было. Покаяние вызывает следование за Христом. А следование за Христом-то не оплодняет. Не было покаяния. Какая она была? Она была ненасытимой блудницей. И она себе говорит, сколько лет она в этом прожила. И притом жила очень бедно. Пряла какие-то там ошмотки. И несмотря ни на что, денег не брала. А только ради своей похоти. И поехала в Иерусалим. И переезжала где рассчитывала своим телом. С моряками. Она до конца была такая. И вдруг она приходит и в первый же день защищается. Когда она была крещена? Была ли крещена? Ни одного слова жители об ней не говорят. Но дело в том, что если она была крещена, она иначе как она была? Дальше говорится крещение где-то уже в другом месте. Какое крещение у нее было? Вообще настолько все туманно, запутанно. И ей каждый год все житие считают. Притом, ну если мы возьмем это 5 век, то ее житие написано со слов одного человека, который с ней встречался. Это житие ничем не подтверждается. Ничем. Зосима ее видел. Видел, рассказ рассказал. Не записаны. И через сто лет это записывают. Вот я тебе что-то расскажу, а ты расскажешь своей дочери, а та своей. И через сто лет что они напишут? Вот так вот. И только еще после этого сто лет Патриарх Сафроний это все опубликует и канализирует. Я выставил даже ролик на эту тему. А там выше другие, он к нам может быть приедет, председатель миссионерского айтела. И он говорит, а я всегда говорил о том. То есть мы сами-то голову имеем. А вы ее признаете за святой? Мне не надо ее признавать. Ее признала церковь, потому что для меня она святая. И охраждение ей молились. Но подражать? У нас из пятого века. Пятнадцать столетий. Ни один человек больше не подражал. Да и нельзя к этому знать. Мария Египетская и Мария Магдалина, это абсолютно разные антиподы. Мария Магдалина пошла за Христом до смерти. Единственное, чем она еще прославилась, ее в очередь надо сразу же развозить и прочее. И вот придумали. Она императора поздравила, сказала Христос воскрес. Император, какую-то женщину, христиан ненавидели. А там все даже туманным нельзя назвать-то. И что она сказала? А почему яйцо, а не брюхо, нерепо? Ну а потому что внутри ее жизнь, в лице там жизнь. Так она ему сырое дала или вареное? Если вареное дала, она смерть проповедовала. Вареное, так кто кукарекать будет? Ну, Маленька, то задайте вопросы дальше. Она дала яйцо какое у нас? У нас никто не поздравляет с иными яйцами. Это должно быть сырое яйцо. И никакой краски нету. И дашь объяснять? То есть все надуманное. Выдумка, выдумка, которая тиражируется полторы тысячи лет. Если я говорю неправильно, то покажи, что неправильно. Я житья насчитывал, смотрел, сравнивал и увидел, что это вообще никак. Притом каждый год в каждом храме полторы тысячи лет ее житей считается Марией Магдалины ни разу. Ну хотя бы через год. Ну ладно. Мария Египетская отдадим сто лет. Ну это хоть они-то раз можно, ни разу. Тут даже и перегибом нельзя назвать. Надо совсем еще не соображать. Я признаю его, подражать нельзя. Так людям открыто прямо надо сказать. Вот она рав блудец. И чем он отличался от других блудец? С чего ради она признала этих людей достойными доверия? Какие данные? Только Бог положил на сердце. Она услышала, как перед ними все падает. Враги все склоняются. И она поняла, что город будет преданным. Она поняла их. И этим спасла себя и других. Доказать в другой раз не надо ничего. Мое сердце говорит это. У меня на днях была женщина одна. Ну пришли там, детей-то набираем, объявления даем. Мы еще нигде не опубликовали. Только обещание оборвали и телефон дали еще неправильно исказили. Совсем. Говорит, веришь, на сердце ложится. Одна пришла, говорит, доверия нет вам. А почему? Слава не так говорит. Вот двое ребятишек, один там дошкольный. И сколько, чего. Я стал им говорить. По сегодняшним ценам, мы же на эту цену сами живем еще. Шесть с половиной тысяч ребенок за тридцать дней. Я мало зарабатываю, сколько я не расслышал даже где-то. Ну ладно, я за половину беру. У нее этого нету. Нету. Это она говорит, нету. Дальше начинает она говорить такие слова, которые называют доверия. Я выезжаю в среду, а она не приходит. Где-то ни разу не позвонила. Мы уже в пути, в это время она звонит. А где вы? А я пришла с ребятишками, а никого нету. Мы же говорили в восемь, а ты пришла в девять. И вдруг ни слова не говорят, прислали трех ребятишек. И что? Трех ребятишек прислала в лагерь. Она? Да. У нас, соответственно, если ребенок мочится под себя, я не могу его принимать. Ребенок мочится. То есть она сразу внутри меня как бы что-то щелкнула. Будь осторожен, она что-то не так. Что-то она не договаривает. Ну и теперь что? Мне все это повезло. И за все, про все, за месяц, за троих три тысячи. А должно девятнадцать с половиной. Я сказал, деньги вернут до копейки. А ребятишками заняться по полной форме. Ребенку не давать пить после обеда, чтобы нигде не прыгало. И среди ночи поднимать. А она сегодня уже сухая. А ребятишки-то хорошие. То есть Господь испытывает не ее, а меня. И тех, которые вокруг меня. Мы это увидели. Сейчас батюшка с ней разговаривал. С девочкой. Она меньше. А братики друг за другом. О, вот такие крепкие. Вы, наверное, сестренку в обиду не дадите? Нет. Понимаешь как? Вот откуда это известно? Вот так я про Рав говорю. Ей Бог положился на сердце. А почему ты ей не доверил этой женщине? Не знаю. Но я увижу, что все было правильно, что ей... Внутри себя почувствовал. И она-то не знала. Она, может быть, и вдруг... Какая честность. Предупредили. Чтобы Рав не трогали. Когда убивать будут всех. Так стена рухнула. Рухнула везде. А ее стена, где она была, осталась целая. Один участок. Стены, который не развалился. Вот сколько мы узнаем здесь. А сейчас, если мы узнаем, что придут китайцы, будут забирать, и ты им помог. А вдруг разоблачили тебя свои, и русские сразу расстреляют, как предатели. Она же предатель своего народа. Она сагридатая выпустила. Это мы должны до конца все договорить. Сагридатая, да. Предатель своего народа, да. Но она поняла, народ обречен. Он погибает. Я хочу остаться живой. А дальше, дальше, оказывается, от Рахава. Рахава – это Рава. То есть, это прабабка Христа будет. Раз от нее так что-то однословно идет. То есть, Христос-то не чистопородный еврей был. Если так разобрать. Вот Алешка, царский сын, которого расстреляли. Ну, русский царь. У него 1,75% русского было только. Ну, последний царь женат был на немке. А он, ну, а до этого, который был на англичанке, а до этого, до этого на шведке. Вот сейчас, вот Алексей Михайлович был первый, русский на русской, на Рыжкину. А от него, а от него дальше уже идет, значит, берет Нидерланды. Уже половина в нем русской крови. А эта половинка теперь берет еще, еще на половину уже, 25. 25-12,5. А дальше 6-75. Все. А это, оказывается, нисколько не влияет на то, чтобы не доверять тому, кто будет говорить. А то у меня казацкий род, там, я такого-то княжеского сына, а сам незаконный сын, оказывается, от князя, как Павел Жуковский, от какой-то пухарки. И так мы подошли к одному, что даже считая вот это, надо не осудить. А она блудница. Да, блудница, но рассудила порядочнее, чем те, которые не были блудницами. И ты не знаешь, где Бог заговорил, через кого скажет это слово. Я об этой женщине, которая зашла, мы так рассудили вчера, как даже и наших не относиться к ребятишкам. А они молиться, я их не беру, они ничего не знают. Мы отдельно с ними уже позанимались. Нормально стоят сегодня уже утро. Пришли, прямо стояли. То есть она по всем параметрам зашла безоформно в лагерь. А некоторые не едущие? Ну, вчера, который всё время разворачивался, по-моему. В грузе. Да, они облак опять стрижены. Ну, видно, что крепкие грузточки. После того, я не знаю, которые они были. Но уже они здесь. Раз обман был, я его могу сейчас одного и гальнуть, и всё. Да когда нам показывать, а мы на счёт способны. И она девчонка такая воевая, везде поднимают руку. Активная очень, видно, что умная. Другая там это запинается или что-то, а там нет. Пришла по полной форме, платье у неё такое. Сказала разуться, мигом разуясь. Я говорю, лез вот сюда, сейчас на тележке. Мигом заскочила, поехала на тележке. Они мне понравились, ребятишки. Хотя, внешне-то будто не так. Бог испытывает нас через это. Бог испытал еврейский народ. А девочки сколько? Да не, шесть лет, наверное. Семь. В первом веке у нас стояла? Да. Вот когда, когда считаешь смещенные писания, возникают недоумённые вопросы. Их надо по частям вести. А когда там было? А почему? А как Бог на это реагировал? А почему Бог в упрёху не поставил этим людям, когда они согрешили? Почему? Ну вот Лот вышел, и дочери рассудили. А мужчины-то нету. А как мы, как дочери? Давай отца напоим вином. Старшая. Но она старшая среди чего? Ну кто же рассудить? Ну старшая, она у меня и другие. Они вино сотворили, он их вина не знал. Выпил и с кем спал, ничего не знают. Еще около ночи не знают. Я спала, теперь давай еще раз напоим, а ты ляжешь с ним. И теперь будет два народа, и два народа в самом деле общались. Почему нигде Бог его не осуждает? Нигде, мы все в Библии. Мы вопросы эти задаем, а ответ надо искать тоже в Библии. Не осуждает, это не означает, что Бог одобряет. Это будут два народа, которые будут враждебны Израилю. И там такая война будет, это последствия греха, которые были. Вот где. В потомках. Аммонитяне, мармитяне. Сколько? От одной и так народу. И потом, что с ними будет, когда Израиль будет входить? Какую они пакость будут делать? Еврейские женщины с ребятишками едят, отстали, закусик присел, и они луками убивают. Отставших добивали. Почему? Вот вчера я загонял. Строе научились ходить, за руки браться. Друг от друга полтора метра дальше не отставать. Растянутся на полкилометра. Мы никого не видим, а за нами может следят кто-то. Я один раз на малину захожу, совершенно чужой человек. Я поговорил, а как ты попал с поезда? С поезда? А как ты сам попал на малину? Да как ты вот не знал, что тут малина? Про водица сказал. Да как аж проводица может знать про малины? С поезда следить на малину. А ребенок-то один никто не знает. Ну, поговорил, ничего. Я подошел дальше, вижу где он обедал. У него усы, там помидоры. Так что ребенка на шаг не отпускайте. А через то, что я сказал, ты себе вывод этот сделай. Это все мы берем отраву. Когда мы рассуждаем, когда легко запоминается сказанное, да, я считал, ты глупился, это еще не все. Это в какое время она была? До крещения или после крещения? И как это отразилось на дальнейшем? Здесь вопросы такие большие идут. А то кищаться иногда люди сами не знают чем. Аравия, книга Иисуса Новиса, вторая глава говорится. Далее, комментарии Игнартифовича Лавкина. Прошла тысяча лет до Блаженного Филатилакта, архиепископа Болгарского. Многое изменилось в мире и в церкви. Но Господь говорит, Иеремия 1,12. «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога и исполнять волю Его. Нести Святое Слово по миру неискаженным». Даниила 9,23. «В начале моления Твоего вышло Слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний. Итак, вникни в Слово и разумей в видение». Таким мужем желаний оказался Блаженный Филат, который всю жизнь, всей жизнью своей подтвердил слова апостола Павла Филиппийцам 1,21. «Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Предисловие к толкованиям сказано, на какое разорение Он прибыл в Болгарию, какой темный и невежественный народ оказался под Его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей». Исайя 49,8. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе. И я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия пустошенные». Его толкование Священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к Слову Божьему. Блаженный Феофилат с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Он проникнут апостольским духом благовестия. «Непрерывная проповедь, научение, истолкование – это то, что приводит к жизни во Христе, к жизни по Евангелию. Кто из пастырей сегодня понимает это? И повсюду проповедь подменена ритуалом и обрядом. Вопрос. И от этого никто не возрождается. И остается всюду та же египетская тьма – обман и самообман». Комментарии закончились. «Это вставочка делала на сегодняшний день. Сегодня всё – религия, обряд живого кого не знает. И по отнести в танки, они появляются не на пустом месте. Потому что там засеяно было такое, что человек смотрит, как термоник какой распят. И они поневоле начинают размышлять. Я тогда считаю, как это сектанта. Я вижу себя. Не попадясь в эти Евангелия, я бы был там. Я искал истину. Я бы защищал то, что мне казалось справедливым. Теперь у меня в критерии Священное Писание. Я его изучаю полста лет и в него всё вгоняю. Сходится или не сходится. Разница в том, только принимаю я или не принимаю. А тогда бы я стоял за своё, за своё. За то, что меня научили. Почему? Мама сказала так. Дедушка-то обучил. Если нет веры в слово Божие, тогда впереди которые слова, я буду всегда словом бою. Ну да-да. Вот тут недавно приезжал Валя была, Шадрин. Я не знаю с ним кто разговаривал. Тимофеев может звать. Он у меня заезжает. Батюшка разговаривал. Батюшка разговаривал. Даже Володя Устинов разговаривал с ним. Ну да что-то с Володей там начал спорить или так. А русский переведён неправильно. Он спрашивает, а какой ты язык знаешь? Что сейчас неправильно-то? Чтобы сказать, что неправильно, ты должен знать древнееврейский язык. С его перевода ты сделал. А по-еврейски ни одного слова не знаешь. Это я. Я смотрю на него, это я. Я даже похож на чем-то на меня, когда я так забыл. Вот так же стоял бы на своём, а сравнить-то и не ищу. А когда Слово Божие это знаешь, тогда тихо и смирно будешь вести себя. Так сказал мой Господь. А дальше ты приедешь и не приедешь. Я вознестил. Мне не поставлена задача убедить. Такой нету. А для свидетельства написано победу. Победу перед царями и насчаствующими. Я с ним стал говорить. Спросил. Я говорю, вот Новый Завет Божиное определение-то. А кто переводил? Я посмотрел. Валя спросил, у вас есть? Я хотел подарить ему. Она ответила, то ли не поняла, есть. А потом мне уже на день звонит, он хотел заехать. Ну, раз вроде я хотел подарить, то он же должен подарить. Я подарил бы, но больше они не заехали. Даже я передал бы через кого-то, если кто-то имеет доступ туда. Если блаженную приняла, то не принимать. Это широкое поле для вынагрузки. Что такое? Дождь, поэтому ворота не откроете. Они уже подъезжали. Когда подъезжали, уже по дорогу заехали, хотели заехать теперь. Но позвонили, что дождь, ворота закрыли. Открывать не будешь. Я и позвонила. Все. И они не стали заезжать. Я не услышу даже. Да. И они не стали. Они уже... А я-то когда были у меня, я его подвел к книгам. А, но они собрали заехать. Уже заехали в комнату. Может быть и не поняли сразу. Но и ты имей в виду. Если он пошивает, я подойду. Только чтобы он ее не уничтожил. А то он аж в прошлую Библию. 500 лет назад написал Библию. Все понятно там. Там даже знаток языка и то. И для этого переведет все. Тем более Библия. Такие слова. Но это не к делу. Считай. Волос родил обида от руфи. Толкование. Эта руфь была, наверное, племенница. Тоже второе колено. Совершенная иноземка была. Это родословие Христа. Еще одна. Не еврейка. Однако сочеталась с Волозом. Так и церковь из язычников, хотя была и наплеменницей вне заветов, забыла народ свой, и почитание идолов, и отца своего дьявола, и обручилась единородным Сыном Божиим. Вот это толкование такое. Или оно глубокое, или надуманное. Ты за всю жизнь ни разу не воспользовался этим толкованием. Там как-то... Апостол Павел прямо говорит, что общение в общем перечисляют. У Христа с Велиаром, у Света с Отьмою. А здесь перекладины на три этажа, и не запомнишь даже. Ну, может быть, так и есть. Слишком уж таинственно зашифровано. Ты услышал один раз? Ну, для себя имей ввиду, что это здесь есть? А что я и так не понял? И когда ты... Даже скажи, а я понял. Но воспользоваться, чтобы человек от тебя принял, тебе это не удастся. Ну, родил, и на этом все. Ну, а почему? Зачем почему? Закон разрешал это. Да-ка она, мамитянка, ее сын сделал неправильно. Он женился на ней. А теперь умер. А она сноха. И теперь она ее привела. Вторая-то ушла, а эта осталась. Твой Бог будет моим Богом. Твой народ моим народом. И фильм когда показывает, то за ней там подыскивались евреи всячески. Но ничего не могли сделать. Фильм хорошо поставленный. Руфь называется. Вот. Она доверилась Богу. Видимо, что-то все-таки слышала. Вот как образец отношения свекровки со снохой. Вот это Руфь и наименье. Вот представь, пришла в незнакомую страну. Есть нечего. Но закон гласил, когда ждешь поля, до края не набирай. Немножко оставь. И когда берешь там яблоки, виноград, ну до самого верха не лезь. Оставь при шерсти. Кто-то будет. Тому-то есть нечего. Он залезет. Возьмет. Вишню-то всю не собирай. Не продавай. То есть во всем везде был остаток где-то. И она ей подсказала. Вы помните историю наименья? Иди-то не на чужое поле, а вот на того возу. Он хороший человек. А он увидел, а сейчас это молодая женщина. Видимо была молодая. Так написано. Ну вы там маленько ее откидывайте. Который наживете, маленько откидывайте. А что? Дальше видно будет. А назад она ее научила так. Ты там приди и посмотри, где он ляжет спать. И когда он заснет, сердце развеселится. Ты потихонечку у него там одеяло-то приоткрой, да и заползи туда. Чтоб что никто не видел. А дальше что? Это хороший человек. Он пальцами прикоснется. Он очень хороший. Что-то он будет делать. Это ему понравилось. И она пошла ни слова не говоря, что куда ты меня толкаешь? Ты кровь, ты старуха из ума выжила. Ничего подобного. Пошла. И вот когда ночью-то почувствовал, кто-то как он вздрогнул сразу. А кто такая? Да я вот, которая на поле собирала. Понятно. Так. Насыпал ей полную торбу, рюкзак и мешок. Виси домой. Завтра я разберусь. И дальше он стал искать. Я не первый родственник. Тут еще более первый есть. Ты возьмешь руку? Это поле ее. Поле возьму. Но раз поле берешь, тогда я буду прозвать позапожду. А руку не могу. А женщина не работала. Она дома должна быть. А женщина она есть, не меньше мужчины, прожорливая. А что я буду кормить? А я отказываюсь. А теперь откажись при всех. А тогда было так. Если отказывается, нужно с него сапог было снять и забросить сапог. И он на одной ноге ковылялся и искал свой сапог. Ну так и получилось. И все согласились в самом деле. Теперь за ним я говорю. Он говорит, я беру поле и беру руку. Все. Сделал, что сделано. Ну а дальше уже известно, кто родится. Видит, она его нянь перестала, ходила, нянчила. Видите, какая прекрасная история. И вся она основана на послушании, на благословении от Бога. От благословения родителей. А не так. Увидел, а он кучерявый. А сатанам кучерявый со всех сторон. Понравилось тебе еще и затронуть. Я попутно хотел спросить Елена. Вы ему у нас запрещаете обедать? Да. А зачем? У нас такой обед шикарный готовят. Там и холба, и подожди. Разное там пирожное. Там день рождения завтра там у Халерии будет. А он идет мимо. И мы ему кричим, все позаворачивай. Домой никак. Я дома поеду. Я тоже запретил. Разреши ему, пожалуйста. У нас лишних там никого нет. Мы всех приглашаем. Готовят очень хорошо. Мы на возвышении там сидим. Разреши ему, скажи. Степа. А у меня? Не спорился. Папа, разреши ему? Убежал, Ватя. Тогда бывает. Ну пусть тогда что-то помогает. Помогает что-нибудь. Помогает что-нибудь. Ну где-то помогает. Придет время, где-то траву порвет или что-то. Ну когда у нас обедают. Мы всех на лестящей площадке. Твоих девчаток. У нас все есть. И нам просто приятно, когда у нас есть гости. Почему? Вот раньше было так. У святых, когда считаешь, они не говорили. Ну пообедай со мной. Они так не говорили. Я говорю, сотвори его с ними. То есть ты делаешь услугу мне, а не я тебе. Я тебя кормлю, а на самом деле ты мне добро сделаешь, что я могу кого-то накормить. Вот я в милости вот выходил из монастыря, сидел и на воротах монастыря, и всех прохожих взбал. И когда мало было, вы говорили, имя Господь меня не любит, совсем мало нашел. Сидел и, представьте, патриарх, ни на что людей не смотрели. Сотвори любовь. Вот повтори, сотвори любовь. А уж сотвори любовь, тут нельзя отказаться. Хочу, не хочу, посиди за столом хотя бы. Сотворите любовь. Мы просим. Степа, мама разрешает. Я так понял. Мама с папой разрешают у нас обедать. И когда ты будешь у нас, ты заходи за стол. Хорошо? Все. И вот теперь за послушание. Вот можем похвалу дать ему. У нас Оси заходил этот. И не Оси этот. И Люша. Вот. Ну, мы надеемся. Одежа никакая не надеемся. Он другой раз пришел, уже совсем одетый как надо. Прямо сразу ударили в колокол. Он поскочил, стоит, крестится как надо. Ну, это же интересно. На людях, во-первых, свежий воздух. Ну, и готовят. Это хорошо. Они там специальные повороты. Втроем они целый день приезжают. Так что тоже не воспрещайте. Вот когда на костре был, на костре дело другое. Там он зажигал, крутит. Там махал. Это с кем-то должно быть. Потому что это очень опасно. А там? Не, он не зажигал. Он близко к огню подходил и кидал туда. Да. Ему замечание много было. Да. Если заметить, мы еще и подхватываем сегодняшнюю основу. Шестой стих первой главы. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, бывший за Уриейю. Толкование. И о жене Урииной упоминает евангелист. Дабы показать, что не должно стыдиться предков. Но наибаче стараться их прославлять своей добродетелью. И что Богу все угодны. Хотя бы произошли и от блудницы. Только бы были добродетели. А те блудницы были. Муж старца говорит. Это дорогой подарок. Мужа убил. А ее взял. Приживок. Двойной смертный грех. И Писание оставляет. Ну а где-то упрек. Есть мерсавель. Нигде нету. И нам надо с этим согласиться. Бог рассмотрит. Бог принял. То умрет за грех. А другое будет. И мудрый Соломон. А почему Бог не осужден? Не осужден. Не осужден. Не знаю почему. Я знаю только одно. Он когда жил в Содоме. Написано. У апостола Петра. Мучился. И страдал по правильной душе. Нет ему обвинения в этом. Не надо было вино пить. И он не знал написать. И он не знал, что с удара из этого может быть. Не надо спорить. Люди берут только внешне, но по себе и дальше уже шаг натягивают. Дальше. С 7 по 11 стихи. Соломон родил Рава Ама. Рава Ам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Козию. Козия родил Иауфама. Иорам родил Ахаза. Ахаз родил Язеки. Язеки родил Манасию. Манасия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иихонию и братьев его. Перед переселением в Вавилон. Толкование. Переселение в Вавилонским называют тот плен, в который наконец все иудеи были отведены в Вавилон. И плакали на реках Вавилонских. Вавилоняне и в другое время делали у них завоевания. Но ознобляли их умерение. А тогда окончательно переселили их из Отечества. Я вот думаю... Может, что-то сказать? Как ему эта мысль пришла в Вавилон для Филак? Именно в порядке. Каждого слова. Даже тут и толковать нечего. И он говорил это перед народом. И записано было, и сохранилось. Я много лет его занятия в разных университетах только по этому толкованию. Кратко, четко, ясно. Ну, я другие переписывал его. Потом другие давал и под диктовку. А потом уже запечатал. А потом уже и сам их давал. Это он. Но он... Я не знаю какой процент, если так, но больше половины торкования брал от Иоанна Загоуста. Это его самый любимый дом. Болгарин грек. Послали в Болгарию. А там богомелы, там какие-то... Разные-разные ереси были. Народ совершенно еще не понимал. И как ему трудно было. И он был в это время дьяконом. Выходил и проповедовал. Значит, дьяконом проповедовал. И записано было. И потом пропуска никакого нет. Но переводов существует несколько. Почему, не знаю. Или это разные вариации его были? Просто необъяснимо. Вот вы считаете, отче наш. А я спрашиваю, а какой отче наш считаете? По Матфею отче наш, и у Луки, а они разные. Да, Христос два раза считал, отче наш или один раз? Ну, явно, что там... В одном месте грехи наши просят, а там, говорят, долги наши. Ну, хотя долги, это как и... Тоже грех в долг не отдают. Но, однако, это разное. Раз это Евангелие, у нас вопрос только один возник, и тут же он упал. Легче всего понять, что говорено было дважды. Вот. Один Евангелие говорит, когда было еще темно, жены мироносцы бежали к гробу. Записали, темно. Темно, и все. Другое, сумерках. Дальше. Когда взошло солнце? Ну, темно и взошло солнце, уже большая разница. А когда она была? Она была там три раза бегала. Ответ один. Она прибежала первый раз, когда было темно. Второй раз уже еще прибежала на рассвете. Третий раз она явилась, когда прибежала, когда уже светло было. И она думала, что это садовник. В темноте никакого садовника не было. И все встало на место. Притом, Блаженна Пепелакта, я не знаю как католики, он самый популярный из всех. Одинаковый. И старообрядцы, и новообрядцы, совершенно одинаковые понимают. Есть моменты, которые перетолковывают. Иоанн крестик и делал апрель, и крестик и мед. А что такое апрель? Я беседую с вашим дедом, Александром Ивановичем. Ну, написано, старощиковое. На четырех ногах прыгает, взлетает. И толкование. Так еврейский народ иногда духовный был, а потом падал. Он говорит, это может птица какая-то. Но на четырех ногах птиц не бывает. Даже здравомосящий человек. В природе нет четырех ногих птиц. Это влекопитающие. Ну, а это растение. Ну, допустим, растение. Ну, как оно может прыгать и летать? А почему? Потому что мы ей ем садочью. Для нас она, ну что жук майский там, или как назовем, череп дождевой. А люди, которые там живут, для них это в море, у нас череп наплывает. И пока только они их ловят, там в руках течет просто. Это лакомство для них. Вот это майский жук, а от него эти лещинки толстые, такие белые бывают. И китайский сидит, ест, течет у него прямо вот здесь. А там в витаминах, белков, горят. Но его это как раз. Все, которые лягушки на Дальнем Востоке были зеленые, китайцы всех переловили. Деликатес, как у французов. Вот у него есть муслица, в коме дедащий корень. Ну, мы даже перешагнули свои мнения. А ты как считаешь? Зачем считать? Написано, всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно, ибо освящается Слово Божие молитвы. Посмотрите, Матвей. Всякое. Перевод неправильный. А? Перевод неправильный. Ну да, перевод неправильный. А куда вот это перевод? Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно. Ну, неправильный перевод. А какой правильный тогда? Ну, дальше. Неправильный. А дальше освящается Слово Божие молитвы. Тоже неправильный. Тогда что освящать-то? ну вот скажи вот батюшка читает у вас о соединении всех церквей а у нас о совокуплении всех церквей вопрос, каких церквей если бы она одна а вот смотри ну вот ответь на вопрос я тебе отвечать хочу, а ты перебиваешь ааа, давай ты когда откровение считаешь там написано, говорит, среди семи светильников великий муж что такое святильники? показывает, семь церквей да, это не я говорю это евангелисту в духе в день воскресный показано, что семь церквей не одна не одна а говорим воедину, святую, соборную давай по порядку ну ты этому веришь, что я вам богослову говорю? конечно речь конечно, церковь одна а это семь ее состояний в каких она бывает? состояние когда она бывает святая и когда отступает и когда Бог бьет ее и когда она разрешает тебе витягам приселепствовать это состояние ты утром одна в обед другая а в обед сейчас совершенно другая это и наше состояние души точно такое же мы за собой замечаем иногда, что утром как-то настроение другое и по-другому солнце светит церковь одна единая всегда была но оно показано по этим состояниям Владикийская церковь напиши дальше Филадефийская церковь напиши Сардийская церковь напиши так написано первая глава считаем откровение но мы тоже опять маленько в сторону пошли я блаженном пределах хотел сказать вот когда он говорил какой у него был там народ на что он надеялся неужели у него была надежда что они изменятся а зато он здесь хотя бы и не так хотя бы никто не обратился но я верю я сказал а ты не принял от меня уже не зависит а как лучше для лечности лучше чтобы от меня никто не принял мне награда больше а если кто-то обращается счастье награды я получаю сегодня мне приятно мы делаем со друзьями я не в гости он был неверующий теперь верующий это счастье награды за мои труды а златоуст говорит не надо мне награды никакой только обратись только покайся и измени свою жизнь концовка этого понятна поэтому по-человечески как мы рассуждаем как будто все правильно а как считаешь видишь если совсем не туда пошло ну я вот хочу вернуться к этим лакомствам видите мне кажется что люди вот питание людей было в зависимости того где они живут отсюда вот это вот все идет и кто-то вот там наималку может быть это было и лакомство а для нас это что-то фонари горят на улице и когда старая ща летит они бьются от этих фонари падают и там старики бабки все выходят они сушат толкут и из них такие пирожки такие же там белки сплошные вот кто может как вот вы же любой ценой необычай который один такой там учали ну да спецназ спецназ а я видела вот вот она пустыня как он как он как он по Сибири ну по Сибири не сказали не я не вижу что там про него показали что бегает бегом по ТЕ так побегет она же ТЕ бегом давно бы что-то не везде проезжаешь Ну, я скажу, он все ест, я видела. Это, видать, хорошее. За спаси Христос он не поедет. Ну, представь, что они жук, что они это. Опять. Ну, это же... Это выживание самого своего рода. Главное, какие вы говорите? А представь, представь, все, кушай. Вот он нашел тюлень, тюлень выброшен и гниен. Вот Бог вырисовал, а там киша щебель. Он говорит, это белоки. И оттуда измертвые падали из этой грибой и он выжил. Выжить, выжить. Выжить, потом. Стоит в болоте в этом, тут гриб кишит алегантом. Как он стоит? А тут вот яблый, все. Ты это не видел. Ты это видела, что он где-то кишал. Я вижу на двух ногах. Ну, это любой момент, доли секунды. Все. И вот смотри. У них спят нас. Сколько человек там было, которые погибли? 16? В пустыне там, видите. А? В пустыне? Он рассказывал. В пустыне, которые в Амазонке были. До него там было. И этот, который руководитель у них перенял был. Человек-бедр. Молодые ребята, спецназ готовят. И он не сумел вывезти. Все погибли. Все погибли. А в пустыне он выбросили на берег. Он показывает. Вот 47 человек погибли. Скелеты лежат. Почему? Потому что первая вода, где попадется, 300 километров. В пустыне. И он теперь идет. Что попадается? Это кусочек веревочки он взял. Еще что-то там. Это сгодится. Дальше идет. И вот кобра. Что от кобры? Только убежать. А он начинает палочкой ее. И наконец ее убивает. Голову отсекает и сразу убивает. Голову надо забыть. Иначе она мертвая голова еще ужалит. Теперь он с нее эту шкуру сдирает. Она у нее как мешочек. И отвернулся и писает в нее. Пописает. Теперь поднял и пьет. Почему? Главное влага. Потому что человек кровь загусевает. Он нашел слоновий кал. И он его поднял вот так вот выживает. И пьет. Что из него течет? Выжить, выжить. И он выжил, он проходит. Это не просто. Да ты тебе показалась. Те, которые смотрят люди, не нам считают. А его никто не подозревает в обмане. Никто. Не, в обмане я не подозреваю. Но за хорошие деньги он это. Он жить не рискует. Да, вы знаете. Такие деньги я не знаю. У него двое детей кормить семьи надо. Он попал в аварию. Он не полтора года лежал на кровати. Но он интересный человек стал. По звоночникам. И после этого... Сейчас русские ставят такие же деньги, но не вдвоем. Ну мы и об этом говорим. Но надо все принимать. Я говорю о совальше. Ну я не ем. На другой ест. Он китайец любую змею съест. У него свалик. И мясо на куриное похоже примерно. Я не пробовал. Ни того, ни другого. Сказать не могу. Что оно за вкус. Но это поддерживал организм. Он движется вперед. И вот уже первое растение попадает. Дальше уже роща. И наконец тут выходит людей. Как он там ночью себя привязал, чтобы не упасть. Потому что ходят очень дикие звери. Он все предусматривает. Это люди такие. Да, там скалы. Там вы какие-то. Ну всемирные и известные ставят примеры. Вот сороча. Я к сороча возвращаюсь. Я ее не ел. Я ее здесь не думаю даже никогда. Но надо осознать, что это сороча. В книге Левит 11 глава говорится. С сорочаковых можно есть такое. Это дальше акриды и перечисляется. Притом несколько сортов. Как сортов? Вот чтобы комары не закусали. Матушка когда заблудилась, она ночью в болоте. И чтобы не закусали. Ведь ее не закусали. Она еще нарвала травы. Наложила сюда на спину вот такой слой. И вот так вот. Как огурчик утром встала и все. А ты уже приходишь с собой. А в болото за что? А в болото за что? А в болото назад. И все. Тут она за нога переходила в болото. Дошла докуда. Она бы сказала. Ну все равно как колумб переплыв. Нет она. Сдала задний ход и вылезла. И всю ночь она комары не закусала. Она увидела высоковольтую линию. И она думала в какую сторону идти еще. У нас свои Робинзоны доживут. И она за бесплатно. А так же саму. Что не спорь то что есть. Вот бы она была настоящая. И она это делала бесплатно. Чтобы вылить тоже. А? Чтобы вылить. Да. Да. По переселению же в Бавилон и Ихония родил Салафииля. Салафиил родил Зарабавеля. Зарабавель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. «Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Толкование. Почему евангелист представляет родословие Иосифа, а не Богородицы? Какое участие имел Иосиф в бессильном рождении? Иосиф не был истинный Отец Христов, чтобы от него вести родословие Христа. Слушай, правда, что Иосиф не имел никакого участия в рождении Христа, и потому следовало бы представить родословие Богородицы. Но так как закон запрещал вести родословие в Боженской линии, то евангелист и не представил родословие Девы. Впрочем, показав родословие Иосифа, он вместе с тем показал и ее родословие. Ибо был закон не брать жен из другого колена, ни из другого рода, а из того же колена и рода. Книга чисел 36.6. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам Ив, только должны быть женами в плене и колена отца своего. И как был такой закон, то явно, что в родословии Иосифа представляется родословие Богородицы. Ибо Богородица была из одного с ним колена и рода. А иначе как бы она могла быть обручена ему? Таким образом, евангелист соблюл закон, запрещавшись вести родословие по женской линии. Но, показав родословие Иосифа, показал родословие и Богородицы. Мужем же Марии назвал его по общему обыкновению. Ибо мы имеем обычай, и обручника называть мужем обрученым. Хотя брак еще и не совершен. Все толкование не вести. Ну, родословие. Вот я знаю, Тихон Дмитриевич, и на этом закончилось. А у Дмитрия кто был отец? А у того кто? Вот эти потеряевые приехали, которые... Вот она начала до какого-то, до пятого колена, могу сказать. Кто потеряет, вот основу он. Там Нифонт. Дальше перечисляет там Сараси. И, наконец, идет это... Кто он был? И там Иоанн Нифонти. Нифонти еще. А дальше вот Иоанн, от него Геннадий. Ну, где-то в шесть колен примерно. И фотографии их показывали. А мы никого не знаем. Без рода, без племени. Вот только фамилию я спрашивал, как фамилия образовывается. Ну, Глушко, фамилия-то от чего? Глухой. Ну, кто-то глухой был там или что-то. Фамилия-то когда давали, далили, смотри, кузнецов. Козняй-то, шерстобиток. Да, шерстобиток. Да, шерстобиток. Козняй. Красиво. И к нему люди приходили, ну, жалобы там куда-то. А его сразу засекали на этом деле. А он писал Лапкой, Ногой писал. Его прозвали Лапка. А когда фамилию-то давали, по прозвищу дали фамилию. Никогда не догадаешься даже. Самая простая. Я эти пацаны, он писал Ногой. Ногой писал, чтобы его не узнали. Люди Артон пишут, вот у меня с одной переписывался, она Артон писала. Такой мелкий, ровный почек, я рукой так не могу написать. В интернете фотография, уличный художник без рук и только ногами рисует. Такие, что руками не нарисует, как он рисует. Как фотография получается. И все ногами. Вот, Лапка. Вот, и дальше идет. Устина, вот это Устина. Имя отцов. Че это? А это Тихонов. Тихонов, фамилия Тихонов. А что? Да, это Иванов сын. Отца знать Иванов. Вот Иванов и пошел. А тут Маркин, а тут Курицу, Курицу, Курочкин, Курякин, там, вот какие-то коньяторы склоняют. Ну, Курякин, это уже, Курякин, это уже, Курякин. Не, а забава, если бы была, Калбаскина. Еще они там, так, да, лавни-калбаскин. Ну, как гос на фамилии, это она, в полутора, эти Калбаскин. А Володя вот, приезжает, который пенки. Ну, пенки срывать. Так, пенки срывать. Там хлебников и каких-то, конечно. Вообще-то, интересно было. Протокопов, Кок-попов. Устин отеля или Устин? Это факт и имя. А Солженицын в архипелаге в Гулаге так перечислял. Какие-то фамилии, я сейчас не помню. Бог говорит Шель-Умедик. Какие-то фамилии такие говорящие. Вот начальники лагерей были. Какие не помните, Игнат Ильич? Нет. Бог Шель-Умедик. Ну и дальше. Так, 17 стих 1 главы. И так, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. И от этого толкования. Евангелист разделил роды на три части. Дабы показать людям, что они и под управлением судей для Давида, и под управлением царей до переселения, и под управлением первосвященников до Христа, равными мало не успевали в добродетели. И потому имели нужду в истинном судье, царе и первосвященнике, который есть Христос. Ибо Христос по пророчеству Иакова пришел по прекращении царей. Но как от переселения в Вавилонского до Христа 14 родов? Когда оказывается только 13 лиц? Вопрос. Если бы в родословие можно было вводить женщин, то могли бы причислить и Богородицу Марию. И таким образом восполнить число. Но женщина не входит в родословие. Как же это разрешить? Некоторые говорят, что Евангелист поставил в счет с лицами переселения. Ну и дальше святитель Иоанн Зантаусский, его слово. Итак, мы теперь говорим не о вечном рождении, но о дольнем и земном, бывшем при тысяче свидетелей. Да и о всем будем говорить только то, что для нас возможно, по мере полученной нами благодати Духа. Ибо и о всем рождении нельзя говорить со всей ясностью, потому что и оно весьма чудно. Итак, не думай, будто слышишь о всем рождении, но слышишь, что Бог пришел на землю, размысли и трепещи. Это было так удивительно и чудно, что и ангелы хором воздали славу Богу за весь мир. И пророки задолго прежде изумлялись от того, что Он на землю пришел и с человеками жил. Вару 3.38. Ибо весьма странно слышать, что Бог неприступный, неизреченный, непостижимый и равный Отцу благоволил пройти через девическую трогу, родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. И что говорю Давида и Авраама? Даже что еще удивительно тех жен, тех жен, блудниц, о которых мы недавно упоминали. Слышать и не представлять себе ничего низкого, напротив, тем больше не видишь, что Сын безначального Отца, Сын истинный, благоволил называться Сыном Давидовым, дабы Тебя соделать Сыном Божиим. Благоволил иметь Отцом Своим раба, дабы для Тебя, раба, сделать Отцом Господа. Видишь ли в самом начале, каковы Евангелия? Когда ты слышишь, что Сын Божий есть Сын Давидов и Авраама, то уже не сомневайся, что и ты, Сын Адамов, будешь Сыном Божиим. Ибо Он не стал бы напрасно и по пусту так уничижать себя, если бы не хотел нас возвысить. Он родился по плоти, дабы ты родился Духом. Ибо тем, что родился от жены, Он уподобился нам. А тем, что родился не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, Иоанна 1,13. Но от Святого Духа предвещает о высшем и будущем рождении, которое намерен даровать нам от Духа. Таково же было и все прочее. Таково было и крещение. Оно имело нечто ветхое и нечто новое. Ибо принять крещение от пророка показывает нечто ветхое, а что сходит Дух показывает нечто новое. Представь, что кто-нибудь, став между двумя человеками, стоящими друг от друга в отдалении, протянул к ним руки, одну к тому, другую к другому, и соединил обоих. Так поступил Христос, Сын Божий, соединяя Ветхий Завет с Новым, Божественное естество с человеческим, свое с нашим, небесно-земным. Видишь ли блеск града Божия, каким светом осиял тебя при самом входе, как тотчас показал тебе царя в твоем образе, точно посреди стана. Ибо в стане царь не всегда является в собственном величии, но часто, сложив парфиру или одему, облекается в одежду воина. Впрочем, земной царь так поступает для того, чтобы, став известным, не привлечь к себе неприятелей, а царь небесный напротив, для того, чтобы, сделавшись известным, не заставить врага бежать, прежде сражения с собой, и не привести в смятение своих, ибо он старается спасать, а не страшить. Посему и назван всем именем Иисус, ибо имя Иисус есть не греческое, а еврейское. На греческом языке означает оно спаситель, а спасителем он называется потому, что спас народ свой. Но если бы евангелист представил родословие девы, то его пошли бы нововодителем. Посему, дабы мы знали, кто была Мария, и откуда происходила, и дабы в то же время не был нарушен обычай, он представил родословие ее обручника, и показал, что он происходит из дома Давидова. Ибо когда это доказано, тогда в то же время доказано, что и дева была из того же рода. Ну и далее, святители, слово святителям Златоуста. Не случалось ли тебе видеть, что из телесных глаз, когда они долго побудут с дыму, текут слезы, а на свежем воздухе, на лугах, при источниках и в садах, они делаются острее, здоровее. То же бывает и с зрением душевным. Если оно обращено на луг, духовных писаний, выделено большими буквами, то делается чистым, ясным и проницательным, так, что может видеть на ветре песоцке. А если остается в дыму житейских попечений, непрестанно будет испускать слезы, плакать всем и в будущем веке. Ибо дела человеческие подобны дыму, и ничто не причиняет столько болезни душевному зрению, и не мутит его, как множество житейских попечений и пожеланий. Как обыкновенный огонь, охватывающийся влажное и промокшее, производит большой дым, так и всякая похоть рождает большой дым, наводит тьму в забвение, когда объемлю чью-либо душу, страстную и слабую. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, ибо ничто не приносит столь великой пользы, как молитва и чтение Божественного Писания. Если мы упражняемся в них с трезвенным умом, это и есть пища души, ее украшение, ее жизнь, врачество и укрепление ума. Этим мы должны украшаться, этим должны возводить к совершенству слух детей, жен, друзей и врагов, обращать в друзей. Так и великие мужи, друзья Божии достигали совершенства. Давид по своему прихопадению, как скоро внял слово по учению, тотчас показал себе прекраснейший образец покаяния и апостолу при помощи Слова Христова соделались тем, чем были впоследствии, обрагивали весь мир. Но какая скажешь польза, когда иной слушает, но не исполняет того, что слышит? Немалая польза будет и от одного слышания. Узнаешь сам себя, вздохнешь, а может быть, дойдешь до того, что будешь исполнять слышанное. А кто не знает и того, что он согрешил, может ли перестать грешить? Может ли узнать свои грехи? Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания. Не позволять себе видеть сокровище, чтобы не обогатились, это умысел дьявола. Он представляет нам, что слушать закон Божий ничего не значит. Опасаясь, чтобы слушали его, мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот патронный умысел, его оградимся со всех сторон духовными песнями, молитвами и священным писанием, дабы, окружившись всем оружием, не только самим не попасть в плен, но и сокрушить его главу. А за сие уменьшаться славными победными знаками, достигнуть будущих благ, по благодати человека, и у Господа нашего Иисуса Христа, которому славу одержал, великий Бог. Аминь. Это все на 17 стих. То, что посчитали, можно передать своими словами или не конспектами? Первое, как можно две части в слове разделить. Первое, что о чудесном рождении Иисуса Христа, какова цель Его пришествия была. А второе, уже о пользе чтения священных писаний, так коротко, если говорить. Ну и вдольное рождение родословия представлено. Почему именно не Богородица, а Иосифа объясняется, что линия была именно по божескому полу. Но раз это представлено, а то и Богородица, это же родословие. То есть я брал именно Иосиф своего рода племени. Ну а корнем рождении это тайно, как это могло быть? Чудесная тайна, что возвращается Сын Божий в терце маленького младенца. Лея, положи на стол, куда-то положи. Ну как, Лея, положи. Назад. Назарей. Вот сегодня день как находили? Богослужение? Молилию? Портались на лодках. Осквещение? Осквещение. Осквещение. Теперь на занятии. он еще и деду. А наши ребята спрашивают, а когда поедем в Благовестие? То есть все есть, и они через это прорываются. Вот как он на покое настроен. Ну может как-то все же сегодня не сможем выехать, а как-то опять они не выехали. Благовестие подавали. Мы с братом говорим, что уехать тайно, чтобы никто не знал. Сбежать. Благовестие кому-то то своим пока надо работать. А зачем они вставили здесь за того, что-то? А Рождествен говорили что? Это блаженое пределах крик отнято. Один нам рождение смысла представить? Я думаю дьякор когда он был он все время намуждался в поддержке. Показать что не я думаю так написано. И вот это теперь они делаются. А сейчас открещение откуда совсем я ничего не знаю даже. Адидаха ну слово Адидаха даже не слышали никогда. Вы говорите полное погружение Адидаха говорит возливать поливать наливать все это литий надо. Может и так я говорю вы видели какую-то Адидаху не знаю у нее название двенадцать мщеней двенадцати апостолов А его не употребляет ни один из святых отцов ни один вообще нет нигде это считается апоплим то есть подделка в книге правила никогда не было этой Адидаха вообще нет ну я говорю давайте однажды Адидаха что написано что крестить проточной воде проточной вода чтобы текла а если такой воды нет то обе может крестить возле стоящей вот почему это не говорит что сама Адидаха говорит крестить троихратное погружение а если этого нет тогда большой сосуд специально для этого изготовлен и тогда трижды погрузит на купель в баптистерию и четвертое только говорите четвертое уже если того-того-того нету вообще никак тогда разрешается как человека раздеть и три раза полностью его облить возбивание многие в тюрьме клиник лежит там уже раздавлены и в степи все что сегодня всех в плену нет ну а почему так все делается так как попало и Дедаха как раз это мы не учим и больше я вижу никто не стал Дедаху подсовывать вы по порядку считайте первое вы не берете второе не признаете третье не хотите а говорит а если нет сосуда то это чрезвычайное обстоятельство так у тебя никогда его не будет раз ты не делаешь но у тебя чашки нет ты будешь в ладони влебать все равно кружки нет ладошкой почерпнешь на пирсе но все равно у тебя должна быть вода не напоминание о воде надо научиться делать выводы из того что нам подсовывают и говорят вот здесь говорится конечно о родословных Христа родословных Христа апостол Павел осуждает занимается бесконечными родослоями от которых рождается спор то есть он категорически против родословная нужна только Христова и на этом все наши не нужны послова она ничего не дает ну дед у меня такое что такое прадед может быть лучше его но как ко мне это относится Евангелия не оставил ни тот ни другой они его не знали даже я слова Евангелия не слышал как сейчас помню здесь человек это материн отец он где-то собирались бабки он им считал Ян Золотовос а потом они помню рассуждали я был маленький лет наверное 4 было я еще запомнилась маленько я побегал помню со двора забежал и приказал бабку говорит снова теперь мешать не будет я мешал разговаривать о божественном мы живем так позвонила Людмила Степановна сказала что вы покрестили в Покровском соборе Галину Галину покрестили в Покровском соборе полгружения полгружения слава тебе и причастило били сбили 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 собра а кто-то как она знакомая очень хорошая Немцова Немцова убили Бориса одна помилится его и у нее было две комнаты две квартиры а вот осталось где-то и она одну продала и она там кому-то назначала где-то и она все раздала теперь живет другая у нее сердечный приступ ее привезли она полумел но она решила девить ее но мы с ней знакомы мы ее посещали и она к нам приходила и третий год и ни разу о крещении не готов так она схватила она готова в этом году принять крещение ясное дело что ее сильно это задело только покрестите и теперь мы просто просим сделать завещание у тебя родственник ты умрешь и квартиру выберут надо делать завещание но на троих мы говорим не надо ты на одного сделай на одного у которого нет квартиры ему квартира нужна а тем деньги нужны крайне случай кто-то может с ней ухаживал помогал может заплатить как-то человеку жить негде она соглашается мы уходим она опять на троих я вызвал Надежда Васильевна и говорю пока не оформите не выезжай сидит она сейчас сидит Надежда Васильевна за меня чтобы она перевела ну как доверенность сделала а вы здоровь за ней будут ухаживать помогать ну как я завещание сделал сразу завещание я не вписываю родственников я вижу кто нуждается вот у меня записано Севастьян следить за этим не продавать а следить второе было никто состоит ну а третьего Володя а она никак вот столько раз она уже меняла разговариваем в больницу приходим она я согласен он придет на Гавриила переписать Гавриила Надя Речкунова ее сын он никак нет он женился на Украинке привез туда и они где попало платят такие деньги денег нет ну сделай ему тебя не будет там будут верующие там ангелы петь будут и она не против тогда мне купите где-то домик там с тысяч за пятьдесят за тридцать я перееду квартиру отдам вообще-то здорово но я говорю не под каким видом этого козьба уже за горло ее взяли лишь бы тебя оттуда выкинуть это вообще никуда не годится мы говорим о завещании это все люди делают завещание и батюшка сделал там на своего знакомого там вот и вот теперь она приняла крещение она только о крещении говорила о крещении я говорю ты про Санюш и приезжай а бабки-то они иногда у них бывает кошачий синдром она кошем держит я не знаю больше наверное двадцати уже и они сколько катятся там дышать не в чем в комнате а ей-то нужна какая обстановка и не под каким видом от кошек не хочет освободиться ну как-то там дезинфекцию сделать нельзя стерилизовать их там можно что-то можно сделать никак такие есть такие есть это не одна бабка у другой я помню шестьдесят кошек ну шестьдесят то тебе из дома не выгиб но если бы ее не было в один день можно и там усыпить вызвать ветеринаров и как-то сделать здесь никак если больше выше оставить она может вообще разговаривать не будет ну и вот если будете помнить об этом помолите чтобы как-то разрешился вопрос нет ничего от этого никакой у нас недавно был такой случай вы знали приезжал Данил Клеханов ее мать толстая такая Татьяна была и она что-то с нами не завладила не знаю что-то у нее было такое и вот ей везде бесы стали являться она говорит эти бесы обыгнатель у меня наслала на кухне и кого-то она перед этим она приехала и дает замещание на меня и на батюшку своей квартиры а своих два сына ну принесла замещание я хозяин я ранила какого-то рабочего он ей там палету истетку делал что-то цена нет а что-то ее зарубил топором эту Татьяну ну зарубил теперь полгода до проходят квартиры они ко мне надо я говорю а какое в отношении эти квартиры мои над законом оснований ну а они с матерью не ладили сильно ну ясно дело они в дверях приезжают стоят квартира квартира моя но я потом уже говорю вы на самом деле поверите что мне квартира нужна нужна ну да как она на вас да в этом-то дело вы мне дайте одно слово что о матери ни одного слова плохого не скажете теперь когда умерла и тогда поедем к нотариусу я переделаю мы обещаем ну тогда поехали наняли машину повезли меня сначала свозили а потом батюшку а мы нотариусу сказали а нотариусу там меня это не касается как они будут ну дали слово а матери ни одного худого слова что больше не было ну и обратно все это развернули отдали что она решила отдали она а так-то если бы если бы так-то я ее завладел после она на волкайке жила жизнь подставляет такие вопросы вот с этой Галиной ну прям один раз можно было Андрей говорит вот это вызвать кошки я надету вольер там взял где-то на улице а там взял подкоп что еще не могу уйти там можно сделать было не убивать даже но никак я пошел мы даже записали ее все она согласна согласна я ушел Гавриил там помогает еще то с кошками она опять только на троих я тогда на нем выезжай и начинаю работать пока не будет замещания на руках сиди в Барнауле у нас помните просто авария здесь в Барнауле море Комаров зашел Алексей я говорю зашел вроде нет налетела куча облепили вот там компьютер делали что делать мы сегодня сказал Володя там под полом вода попала я заткнул все дыры кошек на улицу вытащили чтобы они не заходили бьем и не убивает нисколько вся стена как будто бы ну без слад такой столько комаров бьют и на стенке они прилипают и еще не можем не можем понять откуда они лезут пол закрытый полностью с трубы я сегодня ночью почти не спал жрут кровожильем слезные закрыты для трубы закрыты как сверхъестественное что-то непонятно я бы это предполагал окна плотные решилась сеточка на окошке но она там даже мошка не пролезет а комарную куда-то будет дровить надо и ничего не можем сделать сегодня утром переколотил прихожу опять столько же эту штучку купить в розетку и все что делать такая штучка продается в розетку а там такая водичка я вчера в бане вот сколько лишних пятер появилось сдумал там это делать и косил косил и сверхъем начало заходить в литовку и как крапива там 20 лет стальон она как проволок очень трудно полгитара наверное пришел еще в баню свое ртом а сегодня смотрю сколько лишних пятер появилось помирать собрался меня рядом с мамой а кто вперед еще подожди конкурент просто так что батюшка не коротит не всем он берет поспевок а не престарел еще надо было два раза меньше сколько на первом вот я вперед доспех ну что хорошо поленька узнали стронулись по порядку будете идти что-то будете узнать и про себя повторяйте вывод главный родословное наше не влияет наше спасение помни отец кто брат кто свар ты сам делай это должен а почему Тимофея пишет вам вера которая была Тимофея пишет как он славит вера вам кружа не была это говорилось о Тимофее что она передала учения а здесь корни что-ли ничего не влияет нет а я как-то обличал полиси я покупал зачем он тогда пропагал нет они ссылались на это словно а здесь было учение это от чемпион России побед подавлено европей боже дитя во втором несущ крест обладает джек и принято обращает вы моте богом прошив Благодарим Тебя, Господи, за этот воскресный день, за Слово Твоё Святое, Вечное. Помоги нам, Господи, быть не только слушателем, но и исполнителем Слово Твоё. Посети, Господи, нищих, сиротов, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гони мы за веру, помящихся в узах, в темницах за Слово Твоё, милующих, питающих нас, подающих нам милосты. Тебе за всё хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе за все хвала, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух.